Посещать школу и переходить дорогу алматинским школьникам отныне станет еще удобнее и безопаснее. Скоро по городу начнут колесить специальные школьные автобусы, которые будут забирать детей на уроки и привозить домой. Проект уже разрабатывается управлением образования. А чтобы по вечерам водители могли сразу заметить переходящих улицу школьников, ученикам раздадут светящиеся значки и ленты. Очень помогают водителям увидеть. Если вы смотрите сейчас, как будет дорожное движение в Алмате, вечером тогда очень тяжело увидеть человека или ребенка, который маленький, где-то вам попадает пред колеса из какой-то паркованной машины. Если светодражающий рефлектор, у вас есть время, чтобы снизить скорость или остановиться. По информации ВОЗ, ежегодно в мире в результате автоаварий погибают до 1 миллиона человек. Еще 50 миллионов получают травмы. Казахстан тоже в числе стран с высоким уровнем смертности на дорогах. Чтобы снизить эти показатели, отечественные и зарубежные эксперты предлагают около школ построить как можно больше так называемых лежачих полицейских и снизить скорость движения с 40 до 30 километров в час. Вообще лежачие полицейские устанавливаются согласно стандарту только возле школ и дошкольных учреждений. Но это тоже зависит от геометрических особенностей данного участка. Сейчас с акиматом города Алматы разрабатывается большой проект, где будут установлены все нерегулируемые пешеходные переходы, будут переходиться в регулируемые, то есть с светофором, с освещением и с таблом вызова пешеходов. К слову, в Алматы с начала года свыше 1 тысячи водителей были оштрафованы за непристегнутый ремень. Ужесточено наказание за пьяное вождение. Подытоживая встречу, участники сошлись во мнении, что в школах необходимо ввести дополнительные занятия по правилам дорожного движения, причем приглашать на эти уроки людей, получивших травмы в результате аварии. Елизавета Акчурин, Валерий Толбалдиев, телеканал Алматы.